Исключить алкоголь, тяжелые физические труды, по возможности взять отгул на работе. После прививки желательно дать организму отдохнуть, объясняет врач пациенту Сергею Денисову, который пришел в поликлинику на ревакцинацию от COVID-19. Молодой человек, владелец магазина розничной торговли, бесконечный поток клиентов, общение с коллегами, все это увеличивает риск возможного заражения коронавирусной инфекцией, особенно с появлением нового и более заразного штамма омикрон. Вакцины есть, вакцины работают, это подтверждено не только ковидом, но и другими заболеваниями. Ну и есть, на самом деле, серьезные основания полагать в том, что массовая вакцинация убережет нас от каких-то пиковых заболеваний. С приходом Самарской области нового штамма омикрон, даже те, кто ранее отказывался от прививки, сейчас проявляют сознательность и идут на процедуру вакцинации и ревакцинации, не нарушая график. Сейчас мы видим, что все больше и больше людей, я даже не говорю о пациентах, они приходят в лечебные учреждения, они звонят, они спрашивают про вакцинацию, даже те лица, которые переболели. И вот эти позитивные сдвиги, они не могут не радовать, не зря, наверное, было проведено столько много разных информационных, в том числе, мероприятий. Каждый житель региона перед прививкой проходит обязательный осмотр врача. Пациенту измеряют сатурацию, уровень кислорода в крови, давление, собирают информацию о хронических заболеваниях и противопоказаниях. Процедуры, как правило, проходят легко. В первую очередь, по-прежнему необходимо вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями и пациентам из группы риска. Ольга Павлова, События.